Здравствуйте, приветствую всех на своем канале и в этом видео я хочу поделиться покупками за август месяц. В этот раз у меня было много покупок и ухода, и декоративной косметики, и это видео скорее всего получится длинным. Поэтому я вас прошу, если вам это интересно, оставаться со мной и приятного просмотра. Давайте начнем с того, что я взяла себе, скажем так, из ухода. Ну, чем-то я пользовалась, чем-то нет, конечно, но вам сейчас все покажу по порядку. Начну я с гелия для антисептических. Я очень люблю ими пользоваться. И у нас был гель от Корелакс, который, к сожалению, там сломалась помпа, поэтому я на замену ему купила в магазине от бархатных ручек. Антисептический гель, вот такой вот. У меня уже был такой гель, но в том магазине он очень подорожал. То есть он стал стоить уже 87 рублей, хотя я его покупала по какой-то акции, наверное, в районе 60. Этот гель остался такой же. Здесь в нем 50 миллилитров. Приятно имеет он довольно такой запах. Не скажу, что прям сильно такой спиртовой, но есть, конечно, нотка спирта в нем чувствуется. Удобно, что он откручивается. Нету здесь, нечему ломаться. И лежит он у меня в сумке, я его беру с собой. Этот гель мне нравится. Хотя крема, извините, кремы от бархатных ручек я не очень люблю. А гель этот я очень люблю, могу его посоветовать. Следующее. Это моя уже более недавняя покупка. Я увидела спрей для рук и решила попробовать, что же это такое. Также марка Корелакс, которая у меня уже была, но уже не дозатор, а спрей. Этот спрей заявлен с запахом, с ароматом зеленого чая и винограда с экстрактами. Спрей для рук с антибактериальными компонентами. В общем, он хорошо распыляет и мне нравится им пользоваться. Так, сейчас попробую вам показать. Вот, то есть он, у него хорошее такое, довольно широкое распыление. В принципе, мне вот хватает где-то два раза. И аромат, вот запах, да, его, я не скажу, что спиртовой. Для меня нет. Пахнет для меня чем-то свежим, таким, вот как раз зеленый чай, да, что такое травянистое и в то же время фруктовое. Как раз вот как виноград. Аромат мне понравился и распылитель работает хорошо. Цена этой вещи была 58 рублей в улыбке радуги. Могу посоветовать. Это то, что касалось антибактериального. Также были небольшие покупки. Может быть, кому-то будет интересно такое немного, чуть-чуть бытового плана. Вот, и начну я с того, чем я всегда мою посуду. Мне нравится. И многие, наверное, знают, увидели у меня, что я пользуюсь пырилом. Сейчас я покажу вам еще раз вот такой вот. Я купила его в Магнит Косметик. Вот у нас сегодня я его как раз приобрела. У нас кончается. Здесь идет 450 миллилитров. Вот такое большое. Средство для мытья посуды с кальцием. До этого у нас был тоже кремовый, только алоэ, по-моему. Нравится. Хорошо очищает посуду. Руки у меня после него не сохнут. Никаких нет трещинок. В отличие от, по-моему, сейчас я вам скажу, который не PimaLux даже, а еще какой-то вот есть. Я уже сейчас подзабыла. В общем, то средство мне не нравится, которое тоже есть представлено в магазинах. А это средство привело очень бюджетное. Стоило 46 рублей по какой-то акции было. Ну, в общем, недорого совсем за такой объем. И нравится это средство. Именно им я в основном и пользуюсь. Просто могут быть разные, скажем так, вариации с разновидностями. В данном случае в магазине было три. Я выбрала этот. Следующее, что я вам покажу, это влажные салфетки, которые я попробовала. Также в лубке радуги брала их первый раз. Day Spa. Так они выглядят. Я дала их аромат ощутить сестре и ее подруге. Не понравился, но мне он понравился. Здесь прованские травы 15 штук. Они идут небольшого размера. Средней такой влажности. Не очень-то прям сильно влажная. И цена их была, по-моему, в районе 25 рублей. Вот как-то так не очень дорого. Такие я взяла. И еще взяла, как вместо бумажки сыну, вот такие вот зеленый чай и мята. Они тоже нормально пахнут, но более травянистые, чем те. Те, мне кажется, больше пахнут лавандой. А так как я любитель лаванды, то вот это вот прованские травы. Мне очень подошел аромат. Следующее, что я взяла, это были уже запасы. Вернее, сейчас-то запас у меня заканчивается. И поэтому пока не пользовалась. Сейчас я доделываю пасту мою любимую от Сплет Биокальций. И я решила взять ей на смену, попробовать. Там была акция, и она стоила не очень бюджетно, 130 рублей. Но я решила попробовать. От Натура Сиберика. Такая вот паста. Так выглядит коробочка. В общем, это паста Сибирское здоровье зубов. Жемчужина Сибири. Снежная белизна и сибирский ход. То есть она как отбеливающая, как я понимаю. Хорошая такая коробочка. Я ее оставила вам показать. Сама паста идет как крем для рук. Выглядит вот так. В ней 100 грамм. Конечно, цена, как я говорю, не бюджетная. 130 рублей. Она идет белая, густая. Ну, аромат стандартно. Мне кажется, свежий такой. Обычный паста, запах. Сейчас попробую показать. Может быть, что-то будет видно. Ну, тут написано, что белая жемчужная глина, соль, рапа, органический экстракт завиробоя, экстракт декорастущих ягод. То есть такие все экстракты трав, более натуральные какие-то компоненты. Натура Сибири Камарка мне в принципе нравится. И поэтому я решила взять эту пасту себе на пробу. Так, и еще я прошлась по жидкости для снятия лака. У меня они скоро, две штучки заканчиваются, будут в следующих, не в этих, которые я сегодня снимала, в других пустых баночках. И я взяла им на смену вообще просто самые бюджетные. Но очень многих у девочек видела, что они показывают, и тоже захотелось попробовать. Ласку, если честно, я не люблю. И поэтому я взяла себе вот этот вот дамский пальчик. Знаешь, что очень многие хвалят. Вот, такая обычная стандартная жидкость. У нас она стоила магнит-косметик 25 рублей, что очень недорого абсолютно. И здесь, по-моему, 100 миллилитров. Запах, конечно, да, у нее все-таки сильный. Вот, запах сильной жидкости. Но мне надо было, и взяла я себе таких две штучки. Две штуки, ну потому что одна, чтобы не ходить лишний раз туда, потому что я там не часто бываю. Это этот магазин магнит не около моего дома. Не в зоне моей постоянной, каждодневной, моего пребывания. Поэтому я взяла две штуки. И я взяла себе еще из ухода, также в улыбке радуги, ополаскиватель для рта. Я показывала, что у меня закончилось в пустых баночках. Я у девочек тоже, по-моему, кого-то видела. Листерин. Я взяла себе 250 миллилитров. Вот, этот ополаскиватель здесь сзади написано, нужно использовать только утром и вечером. Но я думаю, если больше, ничего страшного не будет. Этот у меня конкретно 6 в 1. Я его взяла в улыбке радуги за 115 рублей, но в других магазинах я его видела дешевле. В районе 100 даже рублей, 105. Ну, в общем, чуть подороже 100 рублей он стоит. Здесь удобная крышка, в нее также можно мерно наливать. Аромат, то есть запах этот менее мятный, чем в биокальции. Но он тоже неплохо освежает, но мне показалось хуже. Все-таки он освежает. Если нужно именно для освежения, то нет. Возможно, этот ополаскиватель работает как какое-то противовоспалительное средство или для поддержания какой-то там чистоты, некровоточивости десен. Вот как здесь заявлено, да, вот это вот все возможно. Но освежает дыхание это нет. То есть, скорее всего, второй раз я брать не буду, потому что для меня ополаскиватель прежде всего хотелось бы для освежения дыхания. Многие марки у меня предвзят отношения, не то, что предвзят, а потому что брала пасты, и мне они как-то сейчас не очень. Такие, как лесные травы, мне они просто не подходят. Колгейт. В основном мне нравится что-то такое посильнее. Там еще была марка Диас, по-моему. Если кто-то о ней знает, напишите, пожалуйста, как эти ополаскиватели. Потому что я хочу попробовать, но хотя, конечно, все это очень индивидуально. Но пока что этот ополаскиватель я пользуюсь им, но не скажу, что прям вообще я от него в восторге. Так, дальше, значит, еще из ухода я вам покажу крем для рук. Еще один я приобрела случайно, потому что, думаю, иду в магазине, думаю, что-нибудь хочется взять. Был недорогой за 40 рублей. Это рецепты бабушки Агафьи. Крем питательный для рук и ногтей. Женьшень, медовик, сок лимона. Вот так выглядит. Я им пользуюсь только дома. Скажу вам, по какой причине. Крем неплохой, но у него для меня просто очень ужасный запах. Для меня здесь, конечно, дело каждого. Мне он абсолютно не приходит. Он какой-то резкий, сильный. И вот куда-то его брать с собой я даже не буду. Хотя крем по свойствам очень даже неплохой. Он средней густоты, хорошо он разносится, распределяется и неплохо питает кожу. Увлажнений от него, конечно, особого нет, но защищает, питает. Но запах этот, он остается очень долго, и поэтому аромат не мой. Дома буду пользоваться им. С собой куда-то я не возьму и не доставляю абсолютно удовольствия им пользоваться. Пользуюсь только потому, что купила, и выкидывать жалко, доделаю уже и все. Но второй раз я вот это вот, вообще рецепты бабушки Агафьи решила попробовать. Скорее всего, не буду брать вообще эту марку. Вот, так же, как я сейчас, чаще всего не беру марку бархатной ручки, потому что тоже мне там ароматы не очень нравятся. И по действию как-то тоже не совсем мое. Вот. Но есть любители, конечно, и у той, и у другой марки. И это дело каждого выбирать, что ему брать, что нет. И, по-моему, еще парочка продуктов из ухода. Перейдем к декоративной косметике. Это я купила крем тонус витаминный для лица, чистая линия. Это тоже... Нет, это уже не в улыбке. Это у нас есть магазин Южный Двор. Если, может быть, у кого-то есть там, этот крем от чистой линии стоит. По-моему, 47 или 42. В общем, очень бюджетно. Рубля. Вот, концерт Калина 50 мл. Этот крем мне нравится. Хорошо на него ложится косметик. Он легкий. Он имеет... Здесь шиповника малина. Приятный запах для меня. Больше аромат малинки. Довольно натуральный. Я не чувствую здесь такой одушки, которая типична для чистой линии. Больше пахнет малиной. Такой сладкой малиной, не кисленькой. Крем приятный. Наношу его на лицо и на шею. Чаще даже, как бы, на шею бывает консистенция. У него средняя. Он не липкий. Аромат просто мне очень безумно понравится. Понравился. Советую присмотреться. Именно, может быть, даже если действие как-то не подойдет. Но побаловаться ароматом. Для меня вот этот крем просто ароматерапия замечательная. Очень нравится аромат. Вот. Пользуюсь им. Нравится. И также я приобрела новинку, как и многие, но я уже пользовалась этим гелем. Аж целых три раза. Это новинка от Эфраше. Жордан Дюмонт. Почему говорю аж целых? Потому что у меня много гелей. Как бы, даже если раз попользуешься уже хорошо. А этим гелем я пользовалась три раза. Очень экономичный. Это гель Астраханский арбуз. 200 мл. Новинка Эфраше. Очень приятно пахнет. Покупала я его в магазине Эфраше у нас есть. В большом торговом центре. Стоил он 99 рублей. Хорошо пенится. Средней консистенции. Аромат мне понравился. Аромат понравился, но я не скажу, что это натуральный арбуз. Как я видела девочек отзывы, что все говорят, ой, он такой классный, свежий, арбузный. Там какой-то я видела очень много положительных отзывов. Для меня это химический арбуз. То есть, ну, такой химический средний, да. То есть, не совсем мой химия, но и натурального я в нем. Вот особо вот, ну, жвачка арбузная, орбит вот для меня пахнет. И все. В принципе, аромат приятный. Пользоваться буду без особого восторга. Но свойства этого геля очень хорошие. То есть, увлажняет кожу и смягчает. Очень хорошо пенится. То есть, к свойствам вообще никакого нет претензий. Но аромат для меня ненатуральный. И, как бы, многие гели даже ненатуральные. Ароматы мне, в принципе, нравятся. Потому что это гели, и это же, ну, все-таки приятный, хороший продукт. Остается немножко он на коже, но меньше, чем вот, которые у меня были до этого, допустим, лаванды до этого. У меня лаванды оставался больше, прям так благоухал. А здесь немножко совсем остается аромат на теле. В принципе, неплохой. Но не в особом я от него в восторге. Также я попробовала... Прошу прощения, тут уже у меня просто долго я сижу. Попробовала я новинку. У нас завезли сыворотка от Эвелин. 8, вот, ну, вот такая. У меня сейчас белой с зеленым я ее заканчиваю. Когда закончу, уже вплотную буду пользоваться этой. Эта сыворотка идет ослабленной, если ресницы ломкие, лишены блеска, короткие, тонкие, утратили цвет, выпадают, медленно растут. Вот, 8 показателей. Пока я не могу сказать, я ее пробовала буквально пару раз, чтобы посмотреть, есть ли разница с белой с зеленым. И я особой разницы не увидела. Эта сыворотка, такая вот коробочка от нее. Выглядит она почти так же, только синенький, вернее, голубой колпачок. Ну, в общем, она тоже работает, как та зеленая. Хорошо на нее наносится тушь, приподнимаются ресницы, удлиняются, объем она дает. Эта сыворотка мне так же понравилась. И, ну, только вот, конечно, цена у нее очень выросла. Эти сыворотки стали стоить, если они раньше можно было найти в улыбке, радуги, то же самое, за 190 рублей. Сейчас они стоят в районе 230-270. Там чуть ли не к 300 рублям. В общем, подорожали они, конечно. Буду пользоваться той, которая есть. И вот эту вот, попозже к ней перейду. Так, ну и теперь осталась у меня только декоративная косметика, что для многих самое интересное. Вот, были у меня здесь покупки, и нормально так их было. Вот, что-то мне в этот месяц, в август захотелось, может быть, перед сентябрем что-то, там, перед работой накупить. Вот, ну, тут, конечно, не совсем такое, есть и для настроения. К сожалению, ромашки у меня нету. Я вам буду лаки показывать в тюбике и называть их названия и коды. Начну, как всегда, с этого средства. Зеркальное сияние, блеск и стойкость маникюра очень часто показывают, чуть ли не в каждых покупках его. Еще одно, и одним пользуюсь. Это у меня идет в запасы. Вот, просто скажу, Ева Мозаик с красненькими буквами. Люблю его, и пока им пользуюсь, и пока это мой фаворит. Вот, дальше, лак я приобрела вот такой от Lumine, гель-эффект. В номере 37 Starry Nights. Это такой фиолетово-бордовый цвет с каким-то таким, ну, очень красивый такой цвет с перламутром, с переходом. Мне он понравился, этот цвет смотрится хорошо, красиво. Но у меня, к сожалению, этот лак держится недолго, в районе всего лишь где-то одного дня. Кисточка здесь хоть и маленькая, но довольно широкая, удобная. Мне нравится. Ну, не знаю, может быть, два дня от силы держится этот лак. То есть, для меня он недолгий. И он в объеме 5 мл. Сейчас уже не вспомню, где покупала, за сколько. По-моему, акция была, и стоил он 99 рублей. Могу я, конечно, ошибаться, но что-то вот недорого. Поэтому я взяла этот лак на пробу. По-моему, да, как раз так и было. И взяла... Кстати говоря, вот это покрытие, еще перед этим я вам показывала, которое... Оно у нас в Дивгош уже без скидки стоит 142 рубля. То есть, дороже. Раньше я его брала по скидке, как-то выходило рублей 115. Так, и еще один лак. Я не так давно его не покрасила один раз. Он держится хорошо, в районе трех дней. Это марка Elvin Doe. Икра. Вот такой вот. Он красный такой, с белым, с переходом. Очень красиво смотрится. Я им не пользуюсь на все ногти. Выделяю им как акцент, может быть, один или два ноготка. Номер у меня это... Тон 2606. 15 миллилитров. Годен до 2017 года. То есть, довольно большой объем у него. Лак этот хороший. И кисточка тут средняя. Вот. Она не широкая, не толстая. Такая ближе к средней. Вот. В общем, этот лак я беру Elvin Doe марку не первый раз. Конкретно этот лак стоил 135 рублей. Средняя цена. Не очень дорогая. Так. И теперь у меня остались для губ средства и для глаз. Для глаз я прикупила тени. Туши в этот раз я не покупала пока. Я взяла от Max Factor. Мне нужно было серенький оттенок. И это номер... Так, сейчас я вам скажу, какой. Что-то у меня тут номера-то даже нету совсем. В общем, это Max Factor тон 60. Это такой серый цвет с блестками. Серебристый. Я выбрала пользоваться на все веко. И так его использовала. Конечно, его можно и в складочку, если не очень яркий макияж. Вот. Но можно и на все веко его использовать. На глазах он смотрится более бледно. И этими тенями я пользовалась. Но тут, к сожалению, сроки годности... Мне вот с тенями Max Factor не часто везет. Уже на исходе до марта 2016 года. То есть, осталось там 7 месяцев у них. И надо будет их использовать. А я их брала довольно дорого за целую стоимость. По-моему, что-то 270 рублей как-то так. Ну, в общем, дорого. Но мне очень понравился вот этот вот серебристый цвет, который на глазах смотрится хорошо. Подойдет даже и как для вечернего, так и для дневного макияжа. Так. Еще то, что касается палеточек теней. У меня была одна палетка от Bella Odji. Я решила взять себе еще одну в других оттенках. И я выбрала себе серебристо-синеголубую. Такую вот палетку. Это номер 07. Пользовалась я еще не всей ей, только половиной. Здесь идут довольно-таки хорошие цвета. В общем, это номер 07. Еще раз повторюсь. Первый оттенок такой бело-серебристый. Второй темно-синий, хорошо пигментированный. Третий серебристый тоже, но чуть посветлее, чем вот предыдущий. И последний, который мне очень нравится, такой небесно-голубой. В общем, такая палеточка. Цвета все хорошо переносятся. Так она выглядит. Мне нравятся синие-голубые тени. Иногда я их использую, и поэтому взяла себе ее. Вот, буду пользоваться. Но, говорю, пока только пробовала один раз. Ну, вот с одного раза мне все понравилось. То есть, тени держатся на базе хорошо с утра и до вечера. Вообще, они продержатся. У меня были такие тени, но просто там цвета мне не подходили. Я их отдала. А эти цвета мне очень понравились. Улыбки радуги на них акции. Стоят они 250 рублей. Хотя, это Италия. И цена обычно на эти тени не меньше 300 рублей. Только вчера я купила себе тени, которые очень часто показывают цветик. Привет тебе, славна ты. Вот, в общем, тени от Пупа. Они были по акции 299 рублей. То есть, 300. Это кремовые тени Пупа. Пока я их даже не открывал. У меня не запечатанные. Вот. В общем, это такой сиренево-фиолетовый оттенок в номере 003. Так как не запечатано, тут пока долго буду я это все открывать. Вот. Ну, в общем, это такой фиолетово-сиреневый оттенок. Не на каждый день. Может подойти как стрелочка, да, потому что это кремовые тени. Или может в каких-то макияжах использоваться как дополнительный оттенок. Конечно, чаще всего, скорее всего, буду использовать не на все век. Так. И последнее, что я приобретала и покупала, это были два средства для губ. Одно я приобрела также недавно. Это марка Evo Mosaic. Блеск. Вот. По суперцене шел. Его цена была 99 рублей. Я как его увидела этот цвет, мне он очень понравился. Я его даже уже использовала вчера. Вот. Это номер 46. Его снимают с производства. Поэтому обратите на него внимание. Это прозрачный блеск. Его можно использовать поверх каких-то других помад и самостоятельно. С множеством мелких блесток голографических. Таких голубых, зеленых, розовых, сиреневых. Разных, в общем. В прозрачной основе. Блеск очень хорошего качества. Я раньше на них не смотрела, потому что они стоят в районе 200 рублей, что недешево. И остальные блески там лежали по акции за 180. Но я выбрала все-таки этот за 99. Так вот. Он не липкий. Мягкий, хороший. Приятно пахнет. И держится на губах довольно нормально. Такой вот у него оттенок. Светлый практически полупрозрачный. Такие блески тоже имеют место быть, если она доедает какие-то яркие цвета. И к тому же я купила еще помаду. В улыбке радуги. По распродаже была помада от L'Oreal. У меня уже была эта серия. Мне она не очень подошла. Но я решила попробовать еще что-то. И взяла я также светлый оттенок, ненавязчивый, нейтральный, в номере 01. Вот такая вот серия. У меня уже она была. Еще раз я повторюсь. Помада для губ Rouge Carres. 3,2 мл. Номер 01. Самый-самый светлый, который там есть. Вот такой вот цвет. Кажется такой более сиреневый. На губах он вообще дает только оттенок. И эта помада не скатывается в складочку. Мне она понравилась больше, чем предыдущая. Потому что у меня она держится на губах. Без даже бальзама. Я ее использовала. Она очень мягкая. 2 часа. Она немножко слегка выбеливает губы. Вот такой вот цвет. Холодный. Холодный, розовый. Розово-сиреневый. В общем, очень хорошая, приятная помада. Пользовалась я ее уже не раз. Брала ее с собой. Потому что покупала я ее где-то, наверное, неделю назад. Запаха, аромата она никакого не имеет. И цена для нее 199 рублей была хорошая. Потому что эти помады могут стоить и 300, и даже 400 рублей. Вот. В общем, по-моему, это были все мои покупки. У меня их было так много. Вот. Но в этот раз вот так получилось. Здесь вам это видео было чем-то интересно, полезно. Желаю вам отличного настроения уже окончания скоро лета. Но все равно, чтобы было все хорошо, отличное настроение, солнышко светило, радость, позитив. И чтобы все у вас получалось. Огромное спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok